всем привет вы на канале крипто комманс и вау 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 слушайте стоило не выходить сколько три дня в эфир или четыре а тут столько же уже всего произошло что просто охренеть можно ну давайте порядку во всем разбираться ну во первых вчера у нас был день рождения биткоина 12 лет назад был добыт генезис блок в 50 btc 3 января 2009 года некий человек или группа людей под псевдонимом сатоши накамото запустил основную сеть биткоина и добыл генезис блок в общем давайте это дело отпразднуем с вами и какой может быть лучший подарок если не то что цена биткоина абсолютно параболически обновила свой исторический максимум и вчера как раз хотел выходить в эфир когда все это колбасило но после этого собственно не я вышел в эфир эфир вышел в лидеры рынка потому что вы видели что происходит давайте посмотрим на график эфириума это просто писец посмотрите эфир уже практически переписал свой all-time high многие в это не верили но судя по всему это вот произойдет уже буквально со дня на день если не с минуты на минуту но теперь давайте посмотрим что с биткоин биткоин если мы посмотрим недельный хайка наши свечи тут даже еще не пахло коррекцией обратите внимание тут коррекции еще даже не пахло да если мы посмотрим обычные свечи они хайка наши то здесь как бы другая ситуация вот у нас уже красная свеча вроде как мы собираемся дампится и нащупали локальную вершину но на самом деле я больше люблю смотреть хайка наши свечи потому что в них более полезная информация по тренду в них меньше суеты и в них пока все еще тренд зеленый то есть если когда мы увидим по ним первую красную свечу разворотную вот тогда и будет стоить нам переживать давайте посмотрим на дневки тут немножко другая картина вот на дневках тоже мы видим что эта свеча она вроде как уже краснела но пока он все еще зеленый вот этот доджи с огромной тенью наверх и вниз посмотрите если мы переключимся на четырех часовик вот то у нас здесь уже пошла конкретная коррекция мы пробили сетку дипанули сильно вниз на 28000 и отскочили обратно есть большие объемы подтверждающие это то есть в принципе в теории началась коррекция уже на четырех часовике но эфир немножечко всю эту историю ломает потому что эфир продолжает фигачить наверх смотрите и собственно эфир похоже на то что предвестник альтсезона поскольку если мы посмотрим на график доминации биткоина то мы здесь с вами видим что доминация падает доминация падает и причем резко падает отбившись от уровня то есть по ходу начинается сезон вопрос только в том насколько это будет реальный альтсезон а не просто какой-то фейк левый и смотрите по поводу эфира все понятно да сейчас конечно его брать хз опасно но хотя он может улететь дальше лайток тоже очень хорошо идет а вот насчет даша многие там что-то распереживались из-за этих новостей что дашь делистят с битрикса за анонимность вместе с зикэшем из манера я вам так скажу в отличие от манера из и кэша как раз дашь это частично анонимная монета то есть там все вполне нормально у них отслеживается и вот у них прямо на сайте написано про регуляцию что они вот правил цент legal position что они вполне себе соответствуют требованиям fat вот то есть этой анти отмывочный как называется анти отмывочному бюро короче то есть у них все ровно и вот у них чейн анализ это подтверждает то есть короче в дашь на самом деле все транзакции даже анонимные можно отследить так что я считаю что этот новость это всего лишь левый вброс даже не такой сильный как парипл сек вот то что было и я думаю что все эти вбросы в целом делаются для того чтобы вытрясти просто всех перед настоящим туза муном ну и просто я вам ребят скажу когда еще такое было чтобы вы за один эфир могли купить 11 с чем-то дашей никогда такого не было и возможно что уже не будет потому что если вы посмотрите график даша к эфириуму вот то мы с вами видим что тут конкретнейший просто дамп уже после трех желтых крестиков если мы отдалимся конкретно с вами назад посмотрим на недельном таймфрейме но мы здесь можем с вами ясно видеть что дашь вот 2017 году стоил два эфира один дашь полтора два эфира потом в 2018 году дашь один дашь стоил один эфир и 2019 тоже один дашь один эфир после этого 2019 он начал нисходящее движение потом снова пампился до 080 чем-то эфира и сейчас он упал до 008 эфира то есть в десять раз вот отсюда он упал к эфиру и больше чем в 20 вот отсюда врубаетесь то есть тут как бы ну не знаю мои цели я еще раз говорю это паритет потому что чтоб дашь накачать до цены одного эфира там капитализации нужно всего-то какая у нас сейчас капитализация у эфира уже 122 миллиарда а дальше капитализация 900 миллионов то есть меньше миллиарда короче говоря тут нужно капитализация всего в 10 ярдов чтобы цена дашь стоило тоже 1000 долларов то есть один эфир короче говоря это малый пшик от капитализации как эфира так и биткоина то есть если сейчас одну десятую капитализации эфира перебросят в dash даже перегонит эфир по цене вот и все. Или если одну шестидесятую биткоина перельют в Dash. Так что вот, и смотрите, то есть я, короче, свои, я свое мнение не менял, я все еще аккумулирую Dash. И не финансовый, конечно, совет, дисклеймер. Надеюсь, что никого не смыло из-за моих советов. Ну, надо просто пользоваться риск-менеджментом, да, и самому брать на себя риски и менеджерить позицию. Я уже сам весь профит, который на прошлом отскоке мы поймали по Dash. Я его уже, можно сказать, не забрал, потому что жду гораздо более высоких цен. Ну вот у нас Dash к доллару, он еще даже не начал подниматься, посмотрите. Я считаю, что все эти новости, это все левый вброс, который может нас сейчас, конечно, опустить куда-то пониже на 70 долларов еще, но может и не опустить. А в целом там начнется такая же история, как с эфиром. И чтобы такую историю сделать, нужно всего-то, я еще раз говорю, капитализацию там в 10 ярдов нарисовать, то есть это ни о чем. И на прошлом был ранее, я вам напоминаю, Dash сделал 1000 иксов, то есть биткоин сделал 20 иксов с переписной all time-high, а с нижней точки 100 иксов Dash сделал 1000 иксов. С полутора долларов до 1600 баксов набрал. Так что вот, не финансовый совет, дисклеймер, но соотношение риск-награда просто зашкаливает. То есть риск вы можете потерять всего 100%, а заработать можете тут тысячи процентов на этом. Так что смотрите сами, я затариваюсь Dash. Raven тоже смотрит на отскок, но он уже упал еще в два раза после того, как я советовал его брать вот здесь. Ну короче, он уже в четыре раза даже упал. И вот опять рисует желтый крестик. Но в целом не может актив постоянно падать, не бывает такого, это же не нефть. Так что Raven тоже сейчас на отскок. А так хорошая фишка это ETC из стопдовых старых альтов, из старой гвардии. ETC очень бодро отскакивает сейчас. Вот можем, здесь мы на недельном этого не видим, но на дневном, если вы посмотрите. Во-первых, ETC Grayscale скупают. Посмотрите, какая свеча объемов вот здесь пошла зеленая. ETC скупают Grayscale. Они же не дураки. Посмотрите, как он сильно упал. ETC опять же, это настоящий эфир. И вот график ETC к эфиру, ETH Classic к эфиру. Посмотрите тоже в какой он жопе. Он по-любому отскочит, потому что ETH Classic это настоящий эфир. И он не может просто все время падать. Посмотрите, он тоже был не в паритете, но он стоил 0.1-0.2 эфира обычно. А сейчас он стоит 0.006 эфира. Ну то есть капец. Тут как бы 10 иксов просто как пить дать. Поэтому вот у меня такой сейчас геймплан. Я аккумулирую ETC, Dash, немножко Raven. Это что касается альтсезона. Альтсезон, да, походу начинается. Вот. Напишите в комментариях, какой у вас план, какие монеты аккумулируете вы. Я думаю, что даже Ripple и Stellar прекрасная идея на средний срок сейчас. Вот ли с Link, с Define, Shlack, с BNB даже я бы не торопился, потому что они росли как собаки весь медвежий рынок битка. Вон, посмотрите, как Link вырос меньше, чем с доллара. Я все-таки считаю, что Link сейчас, он, конечно, может на 100 долларов улететь, но может и не улететь. И если он начнет падать, то там падать ему есть еще куда, посмотрите. Поэтому и BNB тоже самое. Это чисто мое мнение. Может быть, я окажусь неправ, как я оказывался неправ все это время, видите, и с Dash, и с Raven. Короче, делите на двое то, что я говорю. Напишите в комментариях то, что думаете вы. Но так, смотрите, про альт-сезон пишут, что вот, сейчас если биток уйдет в коррекцию, то типа он же потянет за собой альты, да? И как мы будем играть альт-сезон? Допустим, биток сейчас в какой-то момент все-таки начнет делать вот так вот, да? И улетит куда-нибудь, закроет гэпы, ну минимум на 25, а может и на 20. Он уже на 20 сколько ходил, там на 28, да? Может и ниже 20-ки депанет, правильно? И потом только начнет расти. Вот в таком случае что будет с альтами. Ну смотрите, с альтами к доллару, да, они могут еще сильнее просесть. Хотя, опять же, там уже их так задампили некоторые в пол, что эфир, да, есть куда упасть к доллару и лайток, а скажем, опять же, тот же Dash там или какой-нибудь Ripple, там уже особо-то падать некуда. Но к битку, посмотрите, к битку уже альты начали стрелять. Вот мы на Apollonics видим, что только Dogecoin сегодня откатывается. Из вот этих основных монеток в марже, которые на Apollonics торгуются, только Dogecoin минус 13% и то, потому что он помпанул нереально. Посмотрите, видели, что с Doge было, да? Doge BTC вырос больше, чем на 100% за пару суток или за сутки. Вот на дневном тайфрейме мы видим, что Doge BTC помпанул с 16 Satoshi, даже с 15 до 40 Satoshi. То есть, это в 2,5 раза практически. Вот. И похоже, что, кстати, собирается дальше. Но по Doge надо смотреть. Doge обычно, когда уже сливается, все, он сливается до конца. То есть, сейчас решающий момент. Либо он подлетит дальше в сторону 100 Satoshi куда-то, ну или там выше 50, и потом только можно будет шортить. Либо сразу сейчас будет падать. Но Doge, короче, показал примеры эфиру и битку. И вот, собственно, мы видели этот рост. И сейчас все альты, посмотрите, они все зеленые. Вон Stellar 26%. Как бы Ripple даже стреляет, походу, да? Я не успеваю следить сейчас, потому что я на праздниках отдыхал. Только Карл успевал переводить. Кто смотрел Moon.ru, знают. Вот, в принципе, я с Карлом по большей мере согласен сейчас во всем. Про альцезон, конечно, он правильно говорил, что не надо торопиться было. Я немножко торопился с аккумуляцией альтов, но не хочется проспать. Ну, Dash, да. Мы видим, что Dash манеры немножко отстают из-за этих негативных новостей. Но еще раз говорю, я считаю, что это просто вброс и не надо вестись. Вот такое у меня мнение сегодня по рынку, ребята. Вот в моменте сейчас мы видим, что все дампится. И хочу вам напомнить, что на бирже Femix, в отличие даже от Bybit и Dudex, где все жалуются, что мало торговых пар, на бирже Femix прилично торговых пар. На споте с нулевыми комиссиями можно торговать. На контракт-маркетах фьючерсы с плечом до 100-го, до 50-го, до 20-го, в зависимости от того, что за монета. Также, кроме всех топовых альткоинов, здесь есть еще и золото. Вы можете торговать контрактами на золото, реальными. Ну и также DeFi монеты всякие популярные, Wi-Fi, Uni и прочее. Очень удобный интерфейс биржи и мобильное приложение. Работает как часы, даже в момент высокой волатильности. Вот, вы можете ознакомиться более детально с биржей в моем обзоре, который сейчас появится у вас сверху. Посмотрите его. Здесь очень много полезных функций, таких как саб-аккаунты, где вы можете захеджироваться. Вам не нужно несколько аккаунтов на биржах, вы можете на одном сделать кучу аккаунтов. Ну и всякие, переносить ордера прямо на графике, стоп-лоссы, тейк-профиты. Все очень удобно настраивается, драгон-дропается. Так что посмотрите обязательно и зарегистрироваться на этой бирже. Также вы можете получить дополнительные депозитные бонусы. Все подробности в бонусном центре. Ну а мы продолжаем. В моменте сейчас как раз все дампится. И на чем я хочу здесь заострить ваше внимание, что, посмотрите, если считать все-таки, что это была локальная вершина, и у нас вот была коррекция вот до сюда, то мы упали всего на 20%. И мы с вами знаем, что для биткоина это ничто. И по идее коррекции нас ждут на 30 или даже на 40%. А это значит, что мы можем упасть сейчас с вами по биткоину где-то на 24000, если 30%. Или даже на 20000 с чем-то, если это будет коррекция на 40%. Но также после короны дампа мы понимаем, что этот цикл другой. И пампы у нас более сильные, и дампы тоже могут быть еще более сильные, неожиданные. Так что если мы провалимся в моменте ниже двадцатки, не надо пугаться и все продавать. Или не надо торчать в таких лонгах, чтобы вас там ликвидировало. Просто берите во внимание и, как сказать, не исключайте такой вариант, что мы можем в моменте кольнуть и на 50%, куда-нибудь на 17000. Это, конечно, видится маловероятно, но вы знаете, как меняется сантимент рынка. Если туда кольнет, то там надо, чтобы вас не ликвиднуло, а наоборот, чтобы вы там еще больше докупились. Пускай даже плечами, но как бы держите спокойно маржу. И сейчас может быть даже не глупо в тизер переливаться на самом деле. Но опять же, эти коррекции будут более резкие, и улетать мы будем тоже достаточно быстро, потому что рынок явно бычий. Я вам хочу сказать, такой драйв, как сейчас мы ощущаем, последний раз был в 2016 году, даже еще не в 2017, когда просто все начало болтаться очень сильно. Мы видим высокую волатильность, о которой я вас и предупреждал, что привычные свечи в 1000 долларов за биткоин, это уже как в 100 долларов ничто. А теперь мы будем видеть свечи в 5 и в 10 тысяч долларов за биткоин чуть ли не за один день. То есть не удивлюсь, если мы сейчас упадем вот так вот на 10 или даже на 15 тысяч долларов за два дня, и потом также отскочим и улетим еще выше куда-нибудь на 20-30 тысяч долларов. И движение в 10 тысяч долларов за один день будет уже чем-то обычным, как раньше было в 1000. Вот. Так что примерно такие сегодня мысли, как бы по эфиру тоже, если мы замерим коррекцию. Если говорить о медвежьем сценарии, что это была локальная вершина, то у нас пока коррекция была вообще всего на… тоже на 20 процентов. То есть в теории мы можем по эфиру увидеть коррекцию на 40 или даже на 50, куда-то на 700 батчей или даже на 600 с чем-то. И если мы так сделаем, ребята, еще раз повторяю, не боимся покупать там, а боимся наоборот продавать там, потому что мы не хотим с вами продавать внизу и покупать наверху, правильно? Так делают те, кто дают нам с вами заработать. Рынок – это машина, где деньги получают те, кто умеет ждать, а те, кто ждать не умеет. Как сказал один небезызвестный инвестор. Вот, поэтому что, смотрите, эфир подает пример всем топовым альткоинам, я считаю. Понятно, что не все альткоины сделают так. Многие соскамятся, как доткомы в свое время. Но я думаю, что многие, такие как Litecoin… Я лично верю в то, что Dash. Напишите в комментариях, верите ли вы в Dash или нет. Сделают то же самое. И у нас сейчас есть возможность с вами не вот тут по хаям в них заходить, а заходить в них вот тут. В Dash вообще вот тут мы сейчас с вами заходим, понимаете? Просто на самом дне. В Litecoin уже где-то вот здесь мы с вами заходим. В Raven тоже, кстати, мы где-то здесь заходим. Но Raven – это суперспекулятивная монета. Вот и сами думайте, где вы хотите заходить. Вот здесь? При том, что это может улететь еще гораздо выше. Может это улететь гораздо выше, и это все стать прямой линией, флетом, и эфир улетит куда-нибудь на 5000 долларов. Вполне возможно, если биток на сотню улетит. Здесь тоже имеет смысл заходить. Но, извините, вот здесь заходить еще круче, правильно? Поэтому еще раз, не держите все яйца в одной корзине, диверсифицируйтесь и соблюдайте риск-менеджмент. Все будет хорошо. Добавляйтесь к нам в телегу, пишите в комментарии. Вот, с вами был Flalala, это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрели, и до скорых встреч. Всем профита, йоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok